МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Татьяна Заозерная. Здравствуйте. И коротко о некоторых темах выпуска. Более 200 миллионов рублей потрачены в ноябрьске на капитальный ремонт жилого фонда. Нарушений меньше не становится. Активисты народного контроля провели очередной рейд по торговым точкам города. И пропаганда жестокого обращения с животными может стать наказуемой. С такой инициативой выступил глава МВД России. 9,5 рублей. Правительство России определило рекомендованную ставку платежа за капитальный ремонт. Правда, цифра не окончательная. Предельную стоимость услуги будут устанавливать в каждом субъекте самостоятельно. Напомню, с января будущего года в расчетках за ЖКУ появится новая графа – капитальный ремонт. Если взять за основу рекомендованные правительством 9,5 рублей за квадратный метр, у владельцев среднестатистической квартиры в 50 квадратных метров с нового года квартплата вырастет сразу на 475 рублей. В этом году на проведение капитальных ремонтов домов в ноябрьске потратили свыше 200 миллионов рублей. Такие данные привел начальник управления ЖКХ транспорта, энергетики и связи администрации Дмитрий Шмаков. Частично эти деньги выделены Фондом содействия реформированию ЖКХ, а также из местной окружной казны. Кроме того, свыше 20 миллионов от этой суммы пришлось на долю собственников жилья. Финансирование работ, по словам Шмакова, проводилось своевременно, за исключением двух домов, которые обслуживает управляющая компания НЖСК. Из-за введения процедуры банкротства жилищной инспекции отказало администрации в праве выплатить НЖСК 5 с лишним миллионов рублей в качестве аванса. В данной организации было вынесено определение арбитражного суда ЯНАО введения процедуры банкротства в виде наблюдения. Несмотря на это, работы на объектах ведутся в соответствии с графиком производства ремонтных работ. В государственную жилищную инспекцию ЯНАО было направлено письмо главы администрации города об отсутствии оснований для приостановки финансирования капитального ремонта объектов НЖСК и о необходимости предоставления субсидий в полном объеме. В ответ был получен отказ в предоставлении субсидий. Для решения данного вопроса для оплаты фактически выполненных работ управлением жилищно-коммунального хозяйства подготовлено соглашение о перемене лиц в обязательстве в отношении третьей стороны ООО НЖСК+. В Ноябрьске аварийными и непригодными для проживания признаны 730 жилых домов. Это свыше 40% от общего количества многоквартирного жилья в городе. При этом процедура переселения в новое жилье идет довольно медленно. К тому же жильцы таких домов нередко сталкиваются не только с рядом проблем, связанных с общим состоянием дома, но и с полным равнодушием обслуживающих доморганизаций. Подробности в рубрике «Жалуйтесь, критикуйте, хвалите». Аварийным этот дом признали два года назад. Его жители терпеливо ждали переселения и не жаловались. Одноэтажка была не в самом плохом состоянии до августа этого года. Тогда Ноябрьск буквально накрыло потоками дождевой воды. Для деревяшки это стало суровым испытанием. Дом едва не смыло. С тех пор его жильцы живут как на пороховой бочке, ежедневно затыкая одеялами трюклявый пол и заклеивая трещины на стенах. Вот пол просевший был. Он на уровне. Он был, то есть, здесь вот это вот все опустилось, естественно. На это уже тут заколачиваешься, просто потому что лед. Он лед, а я не знаю, что будет дальше, когда, я говорю, начнется морозы. Монтажная пена от холодов не спасает, сетует хозяйка квартиры. А пол с каждым днем буквально сползает все ниже. Состояние соседней квартиры ничуть не лучше. Ее хозяева практически лишены возможности пользоваться санузлом. Ванная вот-вот провалится под пол. Она трещит, вся скрипит, все это, как говорится. Я боюсь у нее даже там она ступит, чтобы... Степень разрушения во всех квартирах разная, так что сложно сказать, кто из жильцов страдает больше. Под дом уходят канализационные стоки, трубы не выдержали нагрузки. На очереди система отопления. Да и фундамент вряд ли выдержит долго. И со своими проблемами жильцы вынуждены справляться самостоятельно. От управляющей компании помощи нет. Канализация у нас тоже провалилась. Обращаясь в аварийную службу, никаких действий не происходит. Даже купили свой материал, аварийная служба не хочет реагировать. Мало того, мы написали два заявления, нам официальный запрос не пришел. То есть вам даже не ответили? Нет. На ваше заявление? Хотя мы просили ответить 10-дневный срок. Ответа не последовало, конкретных действий тоже. Хотя специалисты утверждают, даже если дом признан аварийным, нет никаких оснований ставить на нем крест. Управляющая организация, заключая договор управлением на квартирным домом, должна понимать, что предметом договора является обеспечение надлежащего содержания общего имущества. То есть как минимум, выполнение таких работ, которые обеспечивают безопасность проживания в доме и сохранность имущества. Плюс ко всему, канализационные стоки под домом вряд ли соответствуют критериям безопасности и, как следствие, из-за неисправности в квартирах очень влажно. А влажность, говорят врачи, идеальная среда для развития всевозможных заболеваний. А то, что управляющей компанией нет времени, денег и материалов, не является уважительной причиной, чтобы не предпринимать никаких действий. Просто отказаться от выполнения работ по причине того, что дом аварийный и мы ничего делать не будем, нельзя. У нас нет материалов, у нас нет денежных средств, жители вашего дома задолжали огромные суммы денег, не может быть отговоркой для того, чтобы отказаться от выполнения работы. Если мирно решить этот вопрос с управляющей компанией не получается, специалисты советуют привлекать соответствующие структуры – жилинспекцию, Роспотребнадзор и прокуратуру. Что касается общего состояния дома, учитывая, что он аварийный, вряд ли ему предстоит капитальный ремонт. Жители деревяшки не отрицают, им предлагали переселиться в маневренный фонд. Но переехать в небольшие комнаты, которые выделяют, согласны далеко не все. Ксения Епишева, Александр Иванов. Новости нашего города. Этой ночью в Ноябрьске сожгли очередной автомобиль. Произошел пожар около половины четвертого утра во дворе одного из домов по проспекту Мира. Пожарным потребовалось всего шесть минут, чтобы сбить пламя с подожженного авто «Богдан-2110». Но спасти машину не удалось. Более того, огонь повредил и два припаркованных рядом автомобиля. Ниссан Тиана и Тойота Авенсис обгорели по бокам. Размер ущерба и виновника установят специалисты. Сегодня ночью в Ноябрьске подморозит. По сводкам синоптиков столбик термометра опустится до минус 15 градусов. В связи с понижением температуры и выпавшими осадками ожидается сильный гололед. И пешеходам, и автомобилистам стоит соблюдать осторожность. Дорожные службы уже проводят необходимые работы. Всего задействовано шесть машин и планируется израсходовать около 80 кубов песка. За минувшие сутки произошло четыре дорожно-транспортных происшествия. Это не критическая отметка, но госавтоинспекция напоминает водителям о повышенных мерах безопасности на дорогах. Особые неудобства горожанам доставляют дворы, засыпанные мокрым снегом. В этом убедилась Юлия Москалик. Ей слово. Жителям дома по улице Северная 2 приходится решать наболевшую проблему собственноручно, в прямом смысле этого слова. По вечерам люди расчищают свой собственный двор лопатами и нанимают грейдер за свой счет. И теперь у жителей дома возникает вопрос, нужны ли им в таком случае услуги их управляющей компании. То есть в год у вас получается 30... Сколько тысячи? 34 тысячи списывают с дома. А сколько вам приходится тратить на собственную, то есть когда вы сами убираете? Бывает и 500 рублей платим, вот, единожды. Бывает и 2 тысячи. Но такой суммы набрать 34 тысячи за год невозможно. Все жители дома согласны подписаться, чтобы отказаться от услуг. Буквально на днях в ходе проверки очистки дворов от снега первый заместитель главы администрации Андрей Касьяненко отметил, реагировать администрация будет на все обращения жителей. И если управляющая компания в положенный срок не справляется с работой, наказывать будут строго. Мы все обо всех актах, обо всех замечаниях сигнализируем управляющей компанией ТСЖ, после чего, я думаю, дадим дней 10 на устранение замечаний. И если замечания не будут устранены, и будут продолжаться звонки от жителей, которые недовольны этой работой, будем применять уже в более действенные меры, я имею в виду административные наказания и так далее. Юлия Москалик, Ксения Епишева, Виталий Харченко, Александр Иванов. Новости нашего города. А сейчас коротко о том, что интересного для своих читателей на этой неделе подготовили корреспонденты еженедельника «Слово нефтяника». Впереди последние в этом году длинные выходные. 4 ноября страна отмечает День народного единства. Что кроме дополнительного отдыха для наших граждан назначает этот российский государственный праздник? Об этом журналисты рассуждают на первой полосе издания. Планировать будущую пенсию можно уже в 30-летнем возрасте. Государство создает условия для того, чтобы человек мог уже сегодня повлиять на ее размер. О том, какие нововведения нас ждут в системе пенсионного обеспечения, в интервью с начальником управления Пенсионного фонда России по городу Ноябрьску Ириной Карповой на третьей полосе газеты. В ноябрьске бизнесом занимаются более 5000 человек. Наш город третий в округе по числу предприятий малого и среднего бизнеса. Но и проблем в этой сфере немало. Пути их решения пытались найти представители делового сообщества и городской власти во время круглого стола. Подробности на шестой странице газеты «Слово нефтяника». Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. История с проданными сетями в очередной раз получила продолжение. Напомню, пять лет назад небольшой участок системы теплоснабжения, который ведет к городскому рынку, был продан некому Зайчикову за 2000 рублей. За пять лет собственник трубы так ни разу и не отремонтировал. Руководство рынка уже несколько раз обращалось в суд, который в очередной раз отказался признать сети бесхозными, указав на то, что их хозяин на заседание все-таки явился. Однако, несмотря на очередной отказ, депутаты городской думы готовы искать варианты решения проблемы. Тем более, что система теплоснабжения требует ремонта. У Зайчикова нет ни лицензии, он не пытается ее получить, он ее не эксплуатирует. Пять лет он не эксплуатирует сети, не проверяет. Воконодатель не говорит о том, что если сети не эксплуатируются надлежащим образом собственникам, они не могут быть признаны бесхозными. Здесь необходимо подключить механизм, заставить собственника обслуживать данные сети. Можно было предметрискать так, что в связи с создавшейся угрозой населению, то есть жизни и здоровью жителей, обязать администрацию принять обратно эти сети. Очередной рейд по торговым точкам города провели активисты народного контроля. Представители местного отделения партии «Единая Россия» и потреб контроля проводят проверки уличных павильонов для выявления нарушений правил торговли. Руководству магазинов, где контролеры находят нарушения, дается неделя на то, чтобы устранить замечания. Затем проводят повторную проверку. Если за это время ничего не изменилось, составляется акт, который передается в Роспотребнадзор. Подобные рейды проходят регулярно и каждый раз народные контролеры выявляют одни и те же нарушения. «Первое нарушение, что нет договора производственного контроля на выпечку, которую привозят в такие торговые точки. Нет градусников в холодильном оборудовании. Очень грубейшее нарушение продавцы без санкнижек, что невозможно в принципе. На разделочных досках и ножах нет номерных знаков, что тоже является нарушением. И основная проблема еще, конечно, это маленькие помещения и затоваренность. Товар хранится ненадлежащим образом. И людям просто неудобно ходить боком, тесниц, больше двух уже не пройти». Пропаганда жестокого обращения с животными может стать наказуемой. С такой инициативой выступил на заседании Совета Федерации глава МВД Владимир Колокольцев. Он предлагает ввести штрафы за производство и распространение видео и фотоматериалов, печатной и аудиовизуальной продукции, пропагандирующей нанесения травм и увечий животным. По данным главы МВД, за 2012 год в нашей стране по факту жестокого обращения с животными возбудили почти 300 уголовных дел. 148 из них были доведены до суда. Отмечу, что сейчас в уголовном законодательстве есть статья «Жестокое обращение с животными», санкция которой предусматривает до 6 месяцев ареста. При этом пропаганда этого явления в нашей стране законодательно до сих пор не урегулирована. Вопрос жестокости по отношению к братьям нашим меньшим обсуждали и на заседании постоянных депутатских комиссий. Не отстреливать, а стерилизовать. С таким предложением к депутатам обратились общественники и юристы адвокатской палаты. Обсуждение этого вопроса мы оставили без комментариев. В настоящее время происходит отлов и последующее умерщвление бездомных животных. Поэтому обращение было связано именно с тем, чтобы изменить политику местных властей в отношении животных, ввести соответствующую программу по стерилизации и с последующим выпуском среды обитания. Это не касается, безусловно, животных, которые больны бешенством, либо какими-то другими вирусными заболеваниями и могут представлять опасность для жизни и здоровья человека. И не касается животных, которые неизлечимо больны и эвтаназия для которых может являться наиболее гуманным методом для прекращения их мучений и страданий. Когда обсуждается эта тема, мы исходим из тех данных, которые представлены нам Роспотребнадзором, в частности, за 2012 год, когда мы планировали затраты на следующий бюджетный год. Были представлены следующие данные о том, что показатели заболеваемости микроспории, а эта заболеваемость обусловлена большим количеством непривитых бездомных животных, в три раза выше по сравнению с предыдущим годом. О том, что пострадавшие от укусов безнадзорных домашних животных составило 285 человек. У нас очень большое количество граждан, которые обращаются в администрацию с просьбой, требованием немедленно принять меры к бездомным домашним животным. У нас в контракте прописаны четкие условия и правила поведения организации, которые будут осуществлять услуги по отлову безнадзорных животных в части принятия решения по умершли. Это делается только лишь по заключению ветеринарных служб. Тема очень, скажем так, актуальная для нашего города на сегодняшний день, потому что действительно, в общем-то, мы с этим сталкиваемся. Проблема, конечно, с законодательной базой и с финансами. Но я думаю, что у нас с вами есть прекрасная возможность над этой темой поработать в течение 2014 года. Во всяком случае, хотя бы представлять ту сумму затрат, которая будет на эвтаназии животных, потому что если за животными, в общем-то, поступать гуманно, их надо куда-то определять, надо какие-то приюты строить и так далее. То есть, на самом деле, можно просчитать, что это будет и чем это будет для нашего муниципалитета, в общем-то, выглядеть в дальнейшем. Может быть, действительно, есть смысл предусмотреть строительство какое-то совместное, частного государственное, какой-то там приют для животных. Необычный работник появился в одной из ямальских организаций. В Новом Рингое на работу в крупную компанию устроили кота по кличке Блинчик. Его официально трудоустроили на должность специалиста по борьбе с грызунами. До этого кот жил в приюте, подари жизнь, и ждал, новых хозяев. Теперь на Четвероногого оформлена трудовая книжка, подписан трудовой договор и даже предоставлено служебное жилье. Новый сотрудник поселился в квартире одного из своих коллег. Кот получает зарплату в виде 120 пакетиков корма в месяц. Кроме того, ему назначены премиальные в виде права выпрашивать колбасу у работников компании. И в завершение выпуска о спорте. Санкт-Петербургский «Зенит» выбыл из розыгрыша Кубка России 2014, причем уже на стадии 1-16 финала. В Тюмени встречались лидеры своих дивизионов. Вот только если «Зенит» уверенно идет на первом месте в премьер-лиге, то «Тюмень» в зоне «Урал» по Волжье 2-го дивизиона. На матч из основы питерской команды не приехали только «Халк» и «Киржаков». Поэтому все ждали как минимум уверенной победы старшего по рангу. Но хозяева не только не спешевались перед именитым соперником. Они сумели дважды добиться успеха, оставив свои ворота в неприкосновенности. Оба мяча были забиты в первом тайме. На 33-й минуте с пенальти успеха добился игрок Тюмени Канаев. А на 45-й минуте мяч в свои ворота послал молодой голкипер гостей Федор Бурдыкин. Тюмень провела очень хороший матч. Мы же оказались готовы хуже. Соперник был свеж, действовал быстрее, единоборство гораздо лучше нас. И как следствие выиграл. Я вынужден согласиться с коллегой Константином Галкиным, который в интервью, напечатанном в предматчевой программке, сказал, что со стороны «Зенита» обязательно будет недооценка соперника. Получается, тренер Тюмени меня предупредил, а я все равно не сумел настроить своих подопечных должным образом. Это говорит о том, что я посредственный тренер. Если я выставил на игру состав, который не был готов противостоять Тюмени, то справедливо, что мы вылетаем скупка. Это неприятно, особенно для болельщиков, которые приехали так далеко, чтобы поддержать нас. На сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд, а я желаю вам всего доброго. До свидания. Партнер программы – магазин «Подис Антверса», торговый центр «Клубника». Зима наполняет мир красотой, но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога – волшебный или непредсказуемый – вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир на зимней дороге. 1 ноября в Саликарде облачно, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, температура минус 13 градусов. Муравленка без осадков, ветер восточный до 4 метров в секунду, температура минус 10 градусов. В нашем городе возможен небольшой снег, ветер восточный до 4 метров в секунду, температура минус 9 градусов.